Дмитрий Кузьмин Одно дело, что я про себя думаю, а другое дело, что объективно важнее, потому что поэтов все-таки как собак нерезанных, даже хороших переводчиков несколько меньше, но тоже все-таки сколько-то есть. А вот людей, которые, скажем так, независимых издателей, не людей, которые работают на корпорации, а людей, которые нечто издают сами от себя и при этом так, чтобы это имело какой-то культурный смысл. Вот это как-то раз-два и обчелся, тем более в сегодняшних специфических наших обстоятельствах, когда это все такая деятельность несколько в изгнании, и по неволе она оказывается уделом трех с половиной одиночек. Вы с 1993 года, да, в этом бизнесе можно использовать? Ну, это не бизнес, потому что это способ потратить деньги, а не заработать. Не любое, естественно, книгоиздание, а то, чем именно я занимаюсь, потому что я занимаюсь почти исключительно современной поэзией, которая как бы в 99 случаях из 100 не окупается. Поэтому бизнес – это в очень специфическом смысле слова. Ну, а для чего вы это делаете? Я понимаю, что это вопрос очень рациональный, то есть, если нет бизнес-составляющей, есть другие смыслы. Как вы себе это объясняете? Для чего вы это делаете? Слушайте, это не так сильно отличается от того, зачем люди, собственно говоря, эти стихи пишут или переводят или что-то еще с ними делают. Это все работа в культуре. То есть, деятель культуры – это не только тот, кто написал, но и тот, кто с этим сделал ряд последующих действий для того, чтобы это стало частью культуры. Для того, чтобы это прочли, для того, чтобы это увидели, для того, чтобы это осмыслили, для того, чтобы это узнали в других странах и культурах. Это все некоторая общая работа, и ее творческое измерение может быть тоже довольно значительно, потому что, когда ты составляешь журнал или книжную серию, или что-нибудь в этом роде, ты из чужих текстов создаешь некоторый свой собственный текст. Это, может быть, для сторонних людей не очевидно, но изнутри это ощущается, или, по крайней мере, может ощущаться, как некоторый особый вид творческой работы. И, кроме того, я просто знаю, что это нужно. Я знаю, почему это нужно, я знаю, как это работает, потому что есть виды искусства и виды культуры, которые плохо монетизируемые, и это связано с характером их потребления, потому что это не массовое потребление. Но это не значит, что это такая забава для трех с половиной человек необязательная, потому что просто способ передачи эффекта от этого искусства на более широкий круг людей не прямой, как от голливудского блокбастера, который, так сказать, все сразу посмотрели, да, и сразу в нем, допустим, что-то увидели и поняли. Ну, там есть такое понятие, как кассовый сбор. Ну, кассовый сбор – это же такая чисто бизнесовая история, да, а нас интересует что? Что люди это посмотрели, они же не просто, там, потратили два часа, заплатив за это кому-то деньги, да, а нас интересует, как на них это подействовало, да, то есть там был какой-то месседж, да, значит, он, может быть, до какой-то части этой аудитории дошел. Люди стали умнее или глупее, лучше или хуже на выходе. Да, значит, с некоммерческим искусством – это более опосредованный механизм. Я всегда рассказываю старинную байку про Пикассо, который в каком-то интервью, значит, когда у него спросили, что это вы такое непонятное рисуете, ответил так, а вот я сейчас это непонятное рисую, а через полвека это будет на стене у каждой домохозяйки. И в некотором случае был прав, да, потому что, значит, как бы, вот, там, крупные художники меняют некоторые базовые понятия визуальности, которые потом проникают в дизайн, и домохозяйка оформляет там свою кухню не потому, что она любит Пикассо, да, а потому что, ну, как, ну, вот так сейчас так принято. Конечно, она этого не осознает, но некоторый, так сказать, концепт дизайна поменялся в результате, благодаря, значит, там, Пикассо или Кандинскому, или Мандриану, да, так сказать, можно обсуждать, да, значит, каким-то высоколобым художникам, которые совершенно, в принципе, не для этого работали. Так и тут, поэзия меняет способы взаимодействия человека со словом, дальше это переходит к людям, которые работают со словом другими способами в других сферах, и на выходе мы обнаруживаем, что, не знаю, там, меняется язык журналистики, меняется язык политики, да, все это меняется потому, что кто-то где-то когда-то придумал, что со словами можно обращаться иначе. То есть это очень долгосрочная история, которая потом где-то когда-то соприкасается с деньгами, но не у меня, да, и не при моей жизни, скорее всего, да, поэтому, собственно говоря, это не очень сильно отличается от фундаментальной науки, потребление которой тоже очень узкое, нишевое, а потом где-что когда выстрелит, мы заранее не знаем, но мы знаем, что где-то что-то выстрелит, да, только у нас есть опыт человечества, благодаря которому мы понимаем, что всякие непонятные, значит, развлечения трех с половиной, как говорится, яйцеголовых этих самых, значит, там, математиков, физиков, что-то потом выстрелит. С культурой, в общем, такая же история. — То есть получается, что когда Эйнштейн формулировал свою теорию относительности, понятно, что на том этапе не было ясно, каким образом она может использоваться в прикладном смысле. И в поэзии сейчас есть, ну, скажем, есть сопоставимые вот в этом переходе из фундаментальной науки в прикладную с Эйнштейном, если мы используем науку. Тот, кто так сильно повлиял на... — Вы знаете, что я немножко боюсь такого рода суждений, потому что, во-первых, давайте начнем с того, что это мы с вами не физики, значит, как бы поэтому мы знаем... — Мы знаем вот это вот одно магическое слово Эйнштейн, не твердо понимаем, в чем там было дело, да, но как бы есть такой культурный миф об Эйнштейне, что он как бы главный ученый, один. — Один из. Ну, он да, наверное, да. — Вот. Один. — Как с точки зрения узнаваемый. — Значит, это вопрос уже другой теории, да, значит, есть такое смешное научное понятие кошелек Миллера. Оно связано с исследованиями рынка. То есть, чего угодно торговых марок, йогуртов, джинс, неважно, всего. Потребитель средний может запомнить 7 плюс-минус 2. Соответственно, культурная память массового потребителя работает так же. Он может запомнить писателей 7 плюс-минус 2 и режиссеров 7 плюс-минус 2, да, и вот это вот все. А как на самом деле знают только те, кто в профессии? То есть, есть специальные специалисты по йогуртам и джинсам, которые знают не 7, а 777 марок. И они понимают, в чем там дело, но нам обычно не рассказывают. Так же и с Эйнштейном, так сказать, Эйнштейн, как бы, наверное, верю на слово, велик, да, но как в действительности соотносится, так сказать, его работа с работой Бора, Пуанкаре, и дальше начинаются уже имена, которых мы с вами не знаем, я не могу сказать снаружи. С литературой или с любым другим искусством история такая же, да, потому что есть горстка имен 7 плюс-минус 2, которые вошли, там, скажем, в школьную программу. И поэтому сравнительно широкий круг людей знает, что такие есть или были. Есть все остальные имена, которые туда не попали, но более узкие референтные группы знают, что некоторые из них не менее важны и значительны по тем или иным причинам. Да, поэтому, когда меня просят, а меня все время просят, да, ну, назовите нам трех лучших поэтов. Нет, говорю, так не получится, значит, как бы, или я вам назову, значит, 33 лучших поэта, или давайте не будем начинать. Здесь же есть элемент маркетинговый, потому что, ну, окей, Кристофер Нолан снимает фильм про Оппенгеймера, Оппенгеймер фигура известная, но, наверное, не настолько известная, как Эйнштейн. И сейчас, скажем, значительная часть людей узнает, что был такой физик, который, собственно, является отцом американской атомной бомбы. Далее, даже на нашем скромном примере могу сказать, что для какой-то части людей мы открыли профессора Рональда Грэма, потому что узнали о числе Грэма, одном из самых больших чисел в математике. Об этом многие не знали. Маркетинговая составляющая, насколько важна, и она является вот тем усилителем, который позволяет, скажем так, поэту состояться в массовом сознании, если о нем кто-то потом начинает рассказывать. В Голливуде, в СМИ, где-то еще. Слушайте, ну, конечно, такое бывает. Есть фильм, я боюсь немножко наврать, значит, как бы вот есть довольно известный фильм «Часы», там Вирджиния Вулф. Вирджиния Вулф – великая писательница, но очень такого, я бы сказал, узкого читательского круга, потому что довольно сложно, да, значит, но я думаю, что люди, которые фильм посмотрели, они, ну, по крайней мере, понимают, что вот была такая замечательная писательница. Был сравнительно недавний фильм «Паттерсон», где главный герой пишет стихи, и он, помимо того, что он пишет стихи, он там, значит, читает кое-какую вполне действительно великую, но известную тем, кто этого заслуживает, американскую поэзию. Значит, теперь про эту поэзию знает какое-то большее количество людей. Там, не знаю, был когда-то такой культовый фильм «Четыре свадьбы и дни похороны», там звучал погребальный блюз у Одена, великое стихотворение, да, но, конечно, после этого фильма оно ушло в народ, а до этого фильма оно все-таки было, понятно, достоянием какого-то сравнительно узкого круга. То есть это бывает, да, но это некоторая, ну, лотерея. То есть мы не знаем, как бы, как сказать, допустим, я думаю, что есть много физиков, про которых можно было бы снять увлекательное голливудское кино. Ну, не один Эппенгеймер, так сказать, в физике бывали самые разные удивительные персонажи, там какой-нибудь Поль Дирак был феерический совершенно человек, да, ну, просто не дошли, пока у Голливуда не дошли руки, да, про поэтов тоже я мог бы рассказывать какие-то там удивительные судьбы, биографии, было бы отличное кино, пока руки не дошли, но это не критерии, да, это просто, ну, так случается. Ну, вот это признание общественное, ну, я сейчас, конечно, говорю о неких голливудских подходах, есть кассовый сбор, есть популярность, есть просмотры. Это важный для поэта критерий? Ну, кассовый сбор, окей, убираем, охват аудитории. То есть Геннадий Гор, которого вы открыли для меня, я об этом скажу, я очень люблю этого поэта, но я узнал о нем от вас, и, соответственно, потом уже стал изучать его биографию, блокадную поэзию, читать его стихи, не сказали бы вы мне тогда, возможно, я бы о нем узнал, но позже, а может быть, и не узнал. И вот этот момент, как мы оцениваем некую такую массовость восприятия. Ну, понимаете как, тут есть несколько слоев ответа, да, значит, один слой – это про личную синдроматику, да, значит, есть какие-то люди, которые жаждут славы, значит, они могут заниматься разными вещами. Как сказать, логично было бы, если бы люди, жаждущие славы, шли заниматься какими-то вещами, которые в текущих обстоятельствах могут эту славу принести. Но это не всегда так бывает. То есть в сегодняшних обстоятельствах, например, да, можно какую-нибудь довольно, ну, сравнительно массовую популярность заработать и бабла тоже срубить на рэпе. Значит, поэтому можно себе представить, что какие-то люди, которые, там, не знаю, 100 лет назад или 30 лет назад даже стали выписать в чистом виде тексты, да, значит, сейчас они читают рэп, да, значит, выиграл ли от этого рэп? Я не уверен, а поэзия скорее выиграла, да, значит, поскольку это отсев. Но есть люди, которые все равно жаждут славы, а занимаются чем-то, что для славы в сегодняшних культурных обстоятельствах как бы не очень годится. Так бывает. Есть какие-то более, ну, как сказать, массовые явления внутри профессии. Они эволюционируют с культурной эволюцией. Сто лет назад, чуть-чуть больше, поэт мог быть в некотором смысле поп-звездой. Футуристы, гастролируя по России, собирали, ну, отчасти на скандале, но тем не менее, довольно крупные аудитории, про них писали газеты, что вот опять Маяковский с Бурляком чего-то небывалое выкинули на гастролях в Саратове. Но это была новая форма. Отрицание знаков прикинания, какой степ на торфографии, в том числе. Там было много разного. Там была отчасти новая форма, отчасти это была новая беспрецедентная манера подачи в узной презентации. То есть такой, как бы, ну, эстрадный стиль репрезентации этих текстов, значит, как бы, когда они выходили на сцену. Но отчасти это все-таки еще была история про общий культурный контекст, потому что с кем они могли конкурировать в тогдашнем сознании условно-массового зрителя, да? Ну, не знаю, с оперой. То есть не было поп-культуры в том виде, в каком она существует сегодня. Вот это разделение культуры на массовую элитарную при всей двусмысленности и неоднозначности этих понятий, самого этого деления, да, его можно там оспаривать с разных сторон, но эмпирически мы видим, что оно есть. Значит, его не было в предыдущей эпохе, все работало немножко по-другому. Ну, отчасти его не было просто потому, что тот потребитель массовой культуры, который возник в 20 веке, да, он не был потребителем вообще, да, значит, широкие народные массы ничего не потребляли, потому что они были неплатежеспособны, да, и, как бы, крепостному крестьянину впарить культурный продукт, ну, было бы, и у него не было возможности, и, как бы, не было потребности у тех, кто культурный продукт производит. А сейчас сегодняшние крепостные крестьяне, они, так сказать, как бы не крестьяне, как бы не крепостные, но они слушают поп-музыку и ходят в кино на голливудские фильмы. И у них достаточно денег, чтобы в эту историю имело смысл играть финансовый, да. И понятно, что люди, которые заняты чем-то другим, они могут или не хотеть в это встраиваться, или хотеть, но не мочь. И, значит, с такими людьми буду иметь дело я. Ну, футуризм все-таки, кубин, футуризм, это все-таки достаточно краткосрочная была история такого массового потребления. Он не занял такую массовую нишу, был элемент, ну да, Маяковский главная звезда, наверное, но, тем не менее, это довольно быстро закончилось именно как в такой массовой. Слушайте, это быстро закончилось, но, то есть, как с одной стороны, это быстро закончилось, но это оставило глубокий след во всех культурах, которые это затронуло. То есть, не только же в России был футуризм, были какие-то там, был итальянский футуризм, были какие-то аналогичные явления в разных других западных культурах, это можно долго рассказывать, не только западных. Японский был авангард, очень интересный в это время. То есть, революционные способы работы со словом, это то, о чем я говорил чуть раньше, они проникли в ткани языка. И все мы теперь, когда мы говорим, скажем, на русском языке, мы не думаем о том, что мы обязаны футуристам, а также символистам, акмистам и так далее, за то, что эти рамки существенно шире, чем они были в XIX веке. Это одна сторона медали. Другая сторона медали та, что в этом смысле поэзии немножко не повезло, потому что только она в начале XX века развернулась и как-то стала экспериментировать с эстрадными формами, как тут случилась технологическая революция, связанная со звукозаписью, которой раньше не было, с определением кино и с другими способами доставки в любую точку земного шара к любому потребителю тех видов искусства, которые раньше туда не попадали, потому что оперный театр был в столице, главная картинная галерея была в столице и так далее, и так далее. И вот эта технологическая революция, она сдвинула чисто словесное искусство, не только поэзию, но и прозу, ближе к периферии массового потребления. Ну, при этом, ведь как раз на этом не то, что все не закончилось, потом еще случился рассвет поэзии, если мы говорим о Советском Союзе, о некой тоталитарной модели, в которой, вспомним слова Евтушенко, поэт в России больше, чем поэт. Понятно, что используется эта формулировка часто уже как некий мем, но тем не менее, Ахматова, Цветаева, много всего, а потом Моттепель, а потом Евтушенко, Вознесенский, а потом Бродский. Ну, то есть поэзия — это суперзвезды. К ним можно относиться по-разному, в силу разных причин, но это суперзвезды. Это все очень разные истории. Значит, как бы вы назвали ряд имен, семь плюс минус два. Я взял по классической школьной программе. Да, значит, семь по классической двойной. Но надо понимать, что это все разные истории, что Цветаева повесилась от полной невостребованности и безвыходности, потому что никто, никому, то есть вот в ее прижизненных условиях, значит, она была абсолютно никому не нужна, и, так сказать, никто ею не интересовался. Значит, миф, невостребованность возникли позже. И так далее, и так далее. Значит, то есть это все разные сюжеты, у которых есть какое-то политическое измерение, зачастую, как в случае с Евтушенко и Вознесенским, которых использовали в 60-е и 70-е годы при советской власти для выпуска пара в свисток. Потому что, значит, в стране была запрещена свободная журналистика, в стране была запрещена свобода практиковать религию, в стране не было политики, кроме вот этой выморочной, так сказать, политики партийных съездов и так далее, и так далее. И начальство в какой-то момент решило, что давайте мы вот как бы какое-то возможное общественное недовольство канализируем в выступлении поэтов на стадионах, поскольку вреда, как и пользы от них, никакого, а тот слой населения, который ощущает себя недовольным, он будет счастлив. Это как социальная сеть, получается, поставьте лайк или дизлайк, получается, в каком-то смысле. Выпустите пар, не ходите на протест. Выпустите пар и ничего не делайте. Да, и эти прекрасные люди, значит, как бы с наслаждением сыграли в эту игру и изображали недовольство, получая при этом всяческие государственные премии и катаясь по заграницам на казенный счет. Поэтому это такой совершенно отдельный сюжет, который, по всей видимости, не повторится, несмотря на то, что новый российский тоталитаризм будет почище советского, но трудно себе представить, чтобы он играл именно в эту игру. Тем более, что, как было сказано, литература в чистом виде отошла на периферию массового потребления. И если вдруг... Ну, собственно, что если вдруг? Вот есть певец-шаман, да? Значит, это вот мы видим, что для власти это важно. А есть поэты, которые за войну. Они есть. Плохие, как правило. Но важно не это, хотя это тоже важно, а важно, что власти это не важно. То есть они ничего, как бы, существенного от власти не получают для своего промотирования. Да, но есть еще поэты, которые против войны. Это Женя Беркович, которая сидит в тюрьме. Пойтов против войны довольно много, но... Она сидит именно за то, что она... Ну, пьеса, стихи и так далее. Беркович, да, не за стихи, а за пьесу, которую она поставила как режиссер. Потому что она хороший поэт, помимо этого. Да, это правда. Но это все-таки случай штучный и единичный. Пока. Потому что уже полтора года назад вышла в России, в Петербурге, между прочим, антология по названию «Поэзия последнего времени». Вот такой том антивоенных стихов. И все живы-здоровы. Что в некотором смысле удивительно. Ну, это как бы... Я бы не дал голову на течение, что так и останется. Но пока это так. То есть пока... По певцам, роковым в основном, которые против, начали проходиться довольно основательно. В последнее время начали преследовать художников, представителей актуального искусства. Причем похоже, что не только персонально, но и по институциям. Буквально пару дней назад был крупный его обыск в Центре современного искусства. Гараж, который как бы самый такой... Ну, продвинутый, скажем, в Москве. По литераторам пока... Ну, прозаикам уже начало доставаться, да? Пьесы снимают. До стихов дойдет в последнюю очередь. Ну, наверное, тоже дойдет. А как война, то, что происходит сейчас внутри России, как это влияет на поэтов и на поэзию, которые работают, на русском языке пишут? Это ощущается уже? Это ощущается с первого дня. Потому что поэзия — инструмент быстрого реагирования. То есть человек, который хочет написать про все это роман, ему потребуется, понятно, некоторое время. А стихи пишутся сразу. Поэтому вот этот сборник, который я упомянул, поэзия последнего времени, он построен по дневниковому принципу, то есть по датам написания. С первого дня. Да? И это, в общем, познавательно. Ну, это сложная штука. Я написал про это большую статью на свободе. Потому что... Как бы... То есть как люди на это реагируют, да? Что они могут сказать в этой ситуации, когда, в общем, сказать особо нечего? И это проблема. Есть несколько уровней сложности. Значит, как бы с одной стороны, это ситуация, в которой непонятно, как можно писать о чем-то другом. Да, то есть вот некоторая система координат, в которой ты находился, она полностью разрушена, да? И... Все остальные темы как бы потеряли актуальность. При том, что люди не перестают в условиях этой катастрофы любить, болеть, умирать по другим поводам, да? Выходить на улицу в первый весенний день и все остальное прочее. Тут есть вот некоторый, так сказать, слом и дискомфорт. С другой стороны, естественное для поэта желание написать об этом тоже сталкивается с определенными сложностями, потому что... По нескольким причинам. Во-первых, потому что у русской поэзии с советских времен, у независимой, свободной русской поэзии, есть запрет писать о том, что происходит не лично с тобой. Запрет обусловленный советскими обстоятельствами. Советская культурная политика требовала от лояльного поэта писать не о том, что ему там интересно или хочется, а о том, о чем положено, потому что партия так сказала. То есть есть методичка, есть задача, есть задача. Да, значит, а там уже вот как бы есть решение такого вот съезда, извольно писать поэму про коллективизацию или наоборот. Значит, поэтому независимая русская поэзия, которая отстраивалась от этих официальных требований, она выработала вот для себя такой этический кодекс, что я пишу только про то, про что я действительно знаю и понимаю изнутри. Это ограничивает в некотором роде возможность сегодняшнего русского поэта, который, слава богу, не на фронте высказаться. Встык этому этическому кодексу возник в последние 10-15 лет не только в России, это общемировой тренд, запрос на делегирование голоса. Когда поэт говорит, я наговорился уже про себя, я хочу предоставить голос в поэзии тем, кто не может по тем или иным причинам высказаться от себя. Ну, как бы по, условно говоря, по неграмотности, по какой-то недоступности культуры, то есть кому, да, полуграмотным рабочим, особенно там, откуда-нибудь из третьего мира, представителям каких-то малых народов, которые, так сказать, недостаточно владеют основами мировой культуры, чтобы в нее проникнуть, людям с какими-то заболеваниями, ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть тем, чей голос мы хотели бы усилить, а у них нет возможности до нас достучаться, значит, поэт говорит, «Я дам вам голос». Есть разные способы это сделать с использованием аутентичных текстов, которые действительно этими порождены, например, да, так называемая документальная поэзия, когда поэт берет какой-то чей-то текст и производит над ним какие-то действия, так сказать, усиливая его резонирование и так далее. И возникает, вроде бы, порыв в таком режиме откликнуться на эту войну, но тут возникает, значит, проблема та, что право говорить от лица жертвы в этой войне принадлежит не нам, а украинской поэзии, которая в довоенные времена была и на русском языке тоже, то есть существовала русская поэзия Украины как важное значительное культурное явление, она почти вся на этой истории закончилась, потому что люди, которые в Украине писали по-русски, в большинстве им делать это перестали по понятным причинам. Есть некоторые, которые не перестали, и там есть ряд важных имен, вот сейчас выйдет на днях вторая книжка, значит, украинской серии моего издательства, там будет вот такой русский поэт из Львова Сергей Муштатов, ну как, это раньше, раньше я бы сказал русский поэт из Львова, я теперь по инерции как бы говорю так же, а вообще в теперешней ситуации надо сказать украинский поэт, пишущий на русском языке, да, рассоединяя языковую идентичность от национально-культурной, это тоже некоторая проблема, мы понимаем, да, значит, как это будет работать в, ну, то есть как, мы не удивляемся тому, что австралийский или сингапурский поэт, пишущий по-английски, не есть английский поэт, австралийский поэт, пишущий по-английски, нормально, ничего в этом такого нет, да, а для русского языка у нас еще нет вот навыка так на это смотреть, потому что даже в постсоветский период все-таки это было более-менее единое поле, неважно, где человек живет, то есть он пишет по-русски, то он принадлежит к некоторой единой, так сказать, вот такой экумине, а теперь непонятно будет это так или нет, и, значит, с этим есть проблема, поэтому приходится учиться по-другому это все формулировать. Значит, возвращаясь, значит, вот эта поэзия Украины, да, она имеет полное право говорить от лица жертвы и говорить от лица тех, кто сопротивляется целый ряд важных, значительных украинских поэтов на фронте и пишут об этом от первого лица, а как бы что делать русскому поэту, тут есть вот проблема, выражать свою фрустрацию, отчаяние и безнадежность, ну, то есть, как бы, да, на это есть некоторая, как бы, санкция, это можно сделать, но это быстро теряет конструктивность, значит, как бы, сто стихотворений о том, как нам всем херово, что вы нам расскажете нового? Да, поэтому есть проблема, с ответом русской культуры на эту ситуацию, да, она, как бы, объективная, значит, разные авторы ее пытаются, значит, как-то решать каждый по-своему, кроме того, есть проблема структурно-организационная, потому что культура это не только вот люди, которые пишут стихи, да, а это что с этими стихами дальше происходит, помимо того, что их можно вывесить в соцсетях, но даже с соцсетями сейчас, значит, как мы понимаем, не так все просто, потому что Facebook в России работает через пень-колоду, а в Telegram немножко все это сложнее. Значит, каковы границы возможного в условиях российских изданий, то есть до какого момента можно говорить и с какого момента начинают за тобой придут. Вот это сейчас выясняется опытным путем, и пока никто не понимает, но я уже могу сказать, что, скажем, антология современной русской поэзии, над которой я работал до этого два с половиной года, она, значит, в результате не вышла. Это, ну, как бы такой разовый сюжет, да, что-то другое вышло, а вот это вот не вышло, потому что начали поступать письма с угрозами. Вот эта попытка спрятаться, опять же, это не про поэзию, про прозу, но Хармс, детская литература, берет, вот попытка найти другую форму подачи, это Хармса не спасло, конечно, тоже, но, тем не менее, все очень завалировано, я перечитывал недавно как раз Хармса, его дневники, его такие рассказы, такой абсурдизм, да, то есть консолидированный абсурдизм, но, тем не менее, тоже не спасло тогда. Есть сейчас вот эта попытка уйти и спрятаться? Это отличный пример, да, но надо понять, чем этот пример отличается от того, чем мы имеем дело сейчас. Сейчас вот эта новая система тоталитарной России находится в процессе становления и непонятно, на каком уровне и в каком режиме она остановится. Хармс работал в уже сформировавшейся некоторой системе, которая при его жизни, так сказать, несколько раз довольно резко поменялась, но, тем не менее, у него уже было некоторое исходное понимание, то есть на каком уровне находится планка возможностей, разрешенности, опасностей и так далее. Сейчас, вот поскольку это все еще в свободном падении находится, трудно под это подстраиваться, вырабатывая некоторые более-менее последовательные стратегии, в том числе чисто творческие, не только поведенческие. Это одна сторона медали. Другая сторона медали состоит в том, что вы об этом говорите, вот о Хармсе, как о варианте личного выживания. То есть, понятно, что Хармс не хотел писать для детей и, в общем, не собирался. Но писал талантливо. Он был великий человек, он мог делать что угодно, и он нашел себе такой способ заработка. А потом в следующую эпоху какие-то люди выбирали этот же способ заработка, были крупные, совершенно взрослые поэты и художники, которые для денег делали детские книжки, будь то Сабгир в поэзии или Кабаков в визуальном искусстве, а какие-то люди выбирали более нонконформистское решение и шли работать в котельные, чтобы вообще с этими официальными издательствами никак не пересекаться. Но это все про способы выживания. Сейчас, пока, в этом вот таком гибридном тоталитаризме еще не стоит так вопрос. Сейчас стоит вопрос, какой может быть чисто эстетический ответ на эту новую реальность, и он еще в процессе становления. Пока об этом рано говорить, как о совершившемся факте. Возможно, что из тех ответов, которые сейчас предлагаются, наиболее не то чтобы проработанный, но как бы выглядящий наиболее актуальным, это мультимедиализация поэтического текста, то есть перевод чистословесного текста в такой способ существования, при котором некоторые его визуальные элементы становятся решающими. монтажи, коллажи с использованием интернет-технологий, когда поэтический текст использует внешнюю форму переписки в чате, или это что Рома Либеров делает, в частности. Это очень разные люди, делают совершенно по-разному, то есть текст как обмен сообщениями в мессенджере, текст как блог, текст как какой-то глич с использованием элементов разных визуальных сред интернетных. Непонятно, насколько это может быть массовым, но есть какие-то вполне впечатляющие примеры. С другой стороны, поскольку меня больше всего волнует выживание чистого текста, то есть я всячески поддерживаю какие-то гибридные формы, они в искусстве обычно интересные и плодотворные, но они редко становятся массовыми и доминирующими внутри искусства. Как бы те границы, те пограничья, которые только лучше отчерчивают вот некоторую, так сказать, ядерную стратегию и технологию искусства. Меня интересует, что может быть сегодня со словом? А песня? Когда стихи, вот Высоцкий, это в первую очередь про поэзию или про музыку? Русский рок, я понимаю, что это весьма условное обозначение, ну, давайте просто его использовать, чтобы было понятно, Гребенщиков, Шевчук и так далее. Это про поэзию или про музыку? Или про музыку и про поэзию? Значит, это как бы такой синкретический, смотрите, значит, есть два явления, синдез искусств и синкретическое искусство. Синдез искусств это когда изначально были как бы два разных вида искусства и потом они как-то соединены. Вот сперва было стихотворение, потом пришел композитор и написал на него песню. Сперва был роман, потом по нему сняли фильм. Значит, а синкретическое искусство это такое, которое сразу с момента своего рождения состоит из нескольких элементов и их как бы разодрать можно, но скорее всего ничего хорошего не получится. Вот авторская песня и вслед за ней русский рок это такое синкретическое искусство. Оно с самого начала создано во взаимодействии этих двух элементов словесного и музыкального. Причем музыкальный элемент здесь не только мелодия, которую можно записать нотами, потому что подразумевается, что песня Высоцкого все-таки поет Высоцкий, а не кто-то другой. Но кто-то другой тоже может, не запрещено. Но не очень. Не очень. Они в общем не для этого написаны. Они написаны для того, чтобы он их исполнил вот этим своим весьма специфическим голосом в строго определенной манере подачи. Еще раз, никому не запрещено дальше что-то с этим еще делать. Перепеть, переложить, наложить симфонический оркестр, что угодно. Но при рождении своем это вот такое двуединое явление, которое заслуживает того, чтобы его рассматривать как особое явление. Это не значит, что оно отделено какой-то великой китайской стеной от других чистословесных видов искусства. Я не взялся бы говорить о том, что Высоцкий оказал влияние на русскую поэзию. По-моему, чего не было, того не было. Но русский рок оказал. Гребенщиков оказал. Егор Летов оказал. То есть, можно говорить о том, что в чистом виде русская поэзия, не поющаяся, определенных поколений, то есть, для Гребенщикова это, скажем, мое поколение, те, кто его на 10-15 лет младше. Летов, соответственно, по отношению Гребенщикова следующее поколение примерно мое. Значит, соответственно, он влиял на тех, кто родился уже там в конце 70-х, 80-х, скажем, довольно сильное было такое влияние. Но это не делает их самих поэтами в строгом смысле слова. У них другое искусство. Янка Дягилева. Да, да, то же самое для следующего поколения, вошедшего в русскую поэзию, скажем, на рубеже 90-х, 2000-х, Дягилева, как и Летов, была сильным влиянием. Это правда. Дягилева, все-таки, это мое субъективное восприятие. Мне больше нравится читать ее стихи, чем слушать ее песни. Это субъективно. Я понимаю, что у каждого свое, но, тем не менее, у нее же абсолютно автономные от музыки стихи. У Дягилевой. Я бы не сказал. Ну, понятия нет. Еще раз, как бы, никому не запрещено. Наверное, можно и так. Но мне это видится, что все же эффект ее воздействия на сравнительно широкий, ну, сравнительно, конечно, все равно, это не массовая культура, круг слушателей и читателей, в общем, тоже, это эффект взаимодействия ее текста с ее голосом с ее персональным мифом. А если мы отделяем, если, допустим, ну, вот представим такой мысленный эксперимент, что мы не знаем, чьи это стихи, мы их просто читаем, мы не знаем бэкграунда Янки Дягилевой, не знаем ее трагическую судьбу, ее раннюю смерть, ее взаимоотношения там с рок и панк сообществом, вот мы просто видим эти стихи и читаем, мы же не определим, что это вот, ну, условно говоря, нам не надо сразу в голове представлять ее образ, мы просто читаем и серия нравится, нам не нравится, попадает в резонанс, на вилле не попадает. Слушайте, это сложный вопрос, это вообще заслуживает специального анализа, да, потому что песенная структура требует, ну, не то, что требует, но предполагает с некоторой вероятностью определенные структурные элементы, ну, не то же прям не обязательно припев, да, но некоторые специальные типа повторов, скажем, которые на бумаге будут выглядеть странно, и у Дягилевой такого тоже полно, но в принципе, если это перевести на бумагу и вот как бы вычесть какие-то эффекты, порожденные тем, что она это поет, это встанет в определенный ряд, то есть это будет, ну, вот конкретно случай Дягилевой, то есть так писали, в точности так, но близко к этому, вот в соответствующие годы, но в этом ряду она будет одной из довольно многих фигур, наряду с фигурами не менее яркими, и не менее трагическими, но как бы гораздо более нишевыми, потому что они не пели, да, там была такая замечательная поэтесса, например, Анна Горенко, довольно близкая по некоторым параметрам к Дягилевой, да, и там тоже рано погибшая, у нее любопытное имя, потому что Анна Горенко это псевдоним, а кто не знает, Анна Горенко это настоящее имя Ахматовой, то есть Ахматова была урожденная Анна Горенко, и вот, значит, девушка взяла себе псевдонимом то имя, от которое Ахматова отказалась, выбросила его, значит, Анна Горенко его подобрала, это некий довольно сильный жест на самом деле, вот, и, то есть, вот есть ряд фигур, в которые Дягилева встала бы, можно сказать, как влетая, но благодаря тому, что это позиционировано было как песня, это пошло по совершенно другой траектории и получил совершенно другой резонанс. А Вера Плоскова сегодня насколько значительна фигура в поэтическом сообществе? Слушайте, я тут как бы оказываюсь в ситуации некоторого, как говорится, конфликта интересов, поскольку у меня сложные отношения, так сказать, омраченные разного рода, так сказать, конфликтами, не персональными, да, профессиональными. То, что называется дворческими разногласиями или стилистическими несогласиями? Стилистическими несогласиями, да, это хорошая формулировка. Давайте я скажу так, не привязываясь именно и специально к Вере Плосковой, в любом искусстве, помимо того, что я сказал, что вот есть массовое искусство попроще, а есть что-то такое вот высоколобое инновативное для узкого круга, которое потом через многочисленные фильтры разных культурных механизмов просачивается, значит, как бы меняет ткань языка и так далее, да. Это же только крайности, да. Это не значит, что между этими крайностями нет каких-то гибридных и переходных явлений, да, всегда есть. Есть тип искусства, который работает как перевод достижений и открытий вот искусства строго инновационного в более доступную, более широкому, хотя все-таки не абсолютно широкому потребителю форму. Такого рода адаптация. Вот мы же понимаем, да, вот как есть фундаментальная наука, есть прикладная наука, в которой тоже нет ничего плохого, и есть популяризация науки, да, то есть вот сперва приходит там условно Эйнштейн, да, и придумывает что-то совершенно недоступное обычному человеку, да, а потом приходит кто-нибудь, ну, там, какой-нибудь условный, не знаю, Ричард Докинс, да, ну, который, так сказать, про другую науку пишет, да, но мы понимаем, о чем речь, который как бы рассказывает сравнительно простыми словами, что это такое вообще, о чем речь-то идет, и его работа имеет полное право на существование, и он сам по себе достойный человек, но он как бы не занят тем же самым, чем Эйнштейн, так он другое делает, вот в искусстве тоже есть такое, и в этом нет ничего дурного, то есть мне у ряда авторов такого или примерно такого рода видны те открытия, которые сделаны, так сказать, были другими людьми в другом месте, но это не, как сказать, это не кража, а это такая культурная работа. Это как будто человек становится проводником, то есть он показывает, ну, не знаю, окей, не берем конкретные примеры конкретного поэта, но, условно говоря, есть некое упрощение, через которое человек начинает знакомиться, хорошо, Ванесса Мэй, классическая музыка, считается, что это с музыкантами, которые, классические музыканты, они к Ванессе Мэй относятся не очень хорошо, но для человека, который впервые услышал Ванесса Мэй, возможно, открывается окошко, чтобы послушать Баха в исполнении. Возможно, а может быть, и не открывается, но, как бы, если не быть максималистами, да, то не обязательно требовать, чтобы человек сперва послушал Ванесса Мэй, а потом, значит, как бы начал слушать Баха, а потом начал слушать Шутса Шайна и Фробергера и Арва Пярта, да, и мы в Латвии, поэтому, скажем, Петериса Васкса. Да, в Латвии, но, это, как бы, очень-очень-очень не все пройдут по такой дороге, но все равно то, что это в каком-то хотя бы виде, да, человек знакомится с некоторым миром, да, пусть по самым-самым верхам, да, ну, лучше, чем ничего. То есть, я здесь совсем не максималист, поэтому вот этот тип поэзии у меня никакого принципиального отторжения не вызывает, да, пусть он будет и пусть, как говорил Иисус Христос, кто может вместить, да вместит, а кто может вместить больше, да, пусть постарается и вместит больше. Оксимирон, Нойз, Эмси, Легалайз, это рэп, вот это рэп-сегменты, о котором мы вначале говорили, они, их можно назвать проводниками в мир поэзии? Все-таки это форма, которая, там очень много работы с текстом, и, соответственно, через это определенная аудитория может, опять же, познакомиться и со словом через эту музыку. то же самое, значит, как бы, пусть будет, да, это все лучше, чем ничего, да, и, там, лучше, чем попса, да, значит, насколько реально это может быть проводником, я не убежден. То есть, опять же, да, по предыдущим генерациям, мы знаем, что через Гребенщикова или через Летова-Сдягилева, да, через что-то такое, на самом деле люди проходили дальше. То есть, это, документально и статистически подтверждено, что это случалось, что это работало. Людей, которые через РЭП пришли бы в поэзию, я, пожалуй, что не знаю. Но это не значит, что их нет. Это, может быть, я не знаю. А может, еще, если мы говорим о русском сегменте, он все-таки про русское говорю, такой волнообразный. Но сейчас некий был период расцвета, востребованности. Такое ощущение, что он перенял эстафету урока как раз в русском сегменте рэп. Он заговорил с аудиторией о том, о чем русский рок говорил, а потом перестал в какой-то момент. Это возможно. Слушайте, я не возьму на себя ответственность. Может быть, это еще сработает. Не дам голову на течение. Посмотрим. Дмитрий Быков, с которым у вас тоже сложные отношения, об этом даже в Википедии пишет. Но, тем не менее, вот как раз если мы говорим о проводниках, Дмитрий Быков это не только про поэзию и про литературу в том смысле, что он создает и пишет, но это еще и про лекции, про образовательные. И эти лекции очень популярны. Многие узнают о Дмитрии Быкова о тех или иных произведениях и их интерпретациях. Это работает? Как вы думаете? Понимаю про конфликт интереса. Слушайте, есть довольно большой список людей, про которых мне сложно говорить персонально. Вы можете пройти по нему по всему. Как достаточно известных людей, потому что, когда я называю их фамилии, люди реагируют. Окей, я знаю Полоскова, я знаю Дмитрия Быкова. Есть, безусловно, и другие. Но это как такие некие маркеры точки на карте. Я, понимаете, что, с Быковым немножко другая ситуация. Потому что Быков последовательный сторонник некоторого совершенно определенного взгляда на историю русской литературы, в частности, поэзии последнего столетия. И этот взгляд мне категорически не симпатичен. Если сказать совсем коротко, то речь о том, что в условиях советского режима русская литература разделилась разделилась на два не будем вдаваться в терминологические тонкости, скажем, лагеря. Официальную и не подцензурную. Сейчас пока не говорю о том, что была еще литература русской миграции, потому что это как бы усложнит картину. Эти два лагеря, два поля литературы развивались по принципиально разным законам, потому что официальная литература стремилась попасть в очень узкий коридор дозволенного и бывали такие авторы, которым удавалось с одной стороны попасть в коридор, а с другой стороны не пожертвовать собой и добиться каких-то действительно впечатляющих художественных результатов таких авторов было не очень много, но они были, а непоцензурная литература была не центростремительной, а центробежной, то есть она разбегалась от этого коридора во всех направлениях, поэтому породила огромное разнообразие методов, средств, форм и так далее. И хотя советская цензура прекратила свое существование без малого 40 лет назад, но следы вот этой бинарной структуры, они остались в культуре до сих пор. И вот суть в том, что мы с Быковым принадлежим к двум разным лагерям. Я прямой наследник вот этой непоцензурной литературы. Идея которой была в том, чтобы разбежаться во все стороны и быть предельно непохожей на саму себя, а Быков прямой же наследник того лучшего, того главного, что было в официальной литературе. И оно было действительно в рамках возможного лучшее и по-своему прекрасное, но очень узкое. И за счет этой как бы разной генетики нам с коллегой Быковым понять друг друга и договориться друг с другом никак невозможно. И ретроспективно, как вы понимаете, это оказывает прямое воздействие на то, как мы с ним разными способами думаем о том, что было до этого. Но вы с ним не общаетесь? Нет, мы с ним не общаемся. Вопросы из телеграммы, их много. Вот Ксения пишет. Здравствуйте, Дмитрий, вы еще 8 лет назад написали пронзительно пророческие строки о второсортном Мордоре и эффективном менеджере Сауроне. Чувствуете ли еще силы чувства доброй лирой пробуждать? Большое спасибо. У меня было такое стихотворение, вполне поразительное, что его кто-то помнит. Я думаю, что мы все вот в этой самой независимой русской поэзии насчет чувств добрых никогда не отказывались. То есть видите как есть такое расхожее представление о том, что современное искусство отбросило какие-то этические задачи и вместо этого занялось какими-то формальными недоступными обычному человеку изысканиями. И это не то, чтобы это было совершенно неверно, но это очень односторонний взгляд, потому что за этими изысканиями всегда стоит какой-то этический или антропологический вопрос. Так что на уровне общей позиции безусловно да, а на уровне что конкретно вот это немножко еще как предстоит понять, в каком виде это сегодня возможно. Что это? Что это должны быть за чувства? Как бы пробуждать непримиримость к войне, агрессии и насилию? Это тоже вообще-то добрые чувства. Иногда непримиримость тоже добрые чувства. Да, это такая понятная задача, но она немножко тавтологичная, потому что та аудитория, к которой мы имеем возможность обратиться, она это уже испытывает. Тут нечего пробуждать. Да, а та аудитория, которая этого не испытывает, у нее невозможно пробудить этими средствами. то есть, если формулировать задачу этим способом, то она содержит в себе больше вопросов, чем ответов. А да, ответы придется искать в каком-то обозримом будущем. Перевод поэзии Нора Галь, ваша бабушка. Канонический перевод маленького принца Экзопери как раз принадлежит ее Перу. Насколько вот авторитет вашей бабушки влияет на вас как на переводчика? И как вы вообще работаете именно с переводом? Ведь это я слышал такую точку зрения, что это на самом деле уже другое произведение. Переводчик все равно где-то интерпретирует. Нет? Конечно. Конечно. Ну, как бы оно и другое, и то же самое одновременно, диалектическая ситуация. Я работаю с переводом довольно много, но как переводчик я занимаюсь почти исключительно стихами. Ну, прозой совсем чуть-чуть иногда в виде исключения. Но вот не далее как позавчера мы в 13-й раз вручили премию имени бабушки, премию имени Нурагаль за два замечательных перевода прозы, опубликованных в прошлом году за выдающегося французского поэта Франсисо Понжа. Но это такой как бы гибридный текст стихотворно-прозаический, который перевел такой известный петербургский переводчик Валерий Кислов. И сперва это вышло в журнале «Иностранная литература», а потом отдельным изданием сразу же вышло такое есть уникальное совершенно издательство в Петербурге, которое называется «Ярмир Хладик Пресс» по имени персонажа одного борхинского рассказа, и которое сегодня, наверное, самое главное независимое издательство в России. Можно отдельно долго рассказывать. А второй перевод это замечательная переводчица Шаши Мартынова, которая сейчас живет в Греции. Она переводит всяких ирландцев, в основном с английского, но больше ирландцев. роскошно выдающийся русский язык. Как, знаете, когда-то в ту еще эпоху говорили, что лучший писатель на русском языке это Рита Райт с переводами Селенджер и так далее. Так и тут Шаши Мартынова обладатель феерического русского языка. А так, да, конечно, поскольку бабушка написала книжку под названием «Слово живое и мертвое», довольно известную, как раз о трудностях перевода. Она и о трудностях перевода тоже, но она в целом о некотором подходе к языку. Я не могу сказать, что я стопроцентно с этой книжкой согласен, потому что эта книжка плод своей эпохи. И идея о том, что надо все время оборонять чистоту языка, она очень хорошо ложилась на 70-е и 80-е годы, а сейчас немножко звучит как оверкилл, потому что очень изменилась глобализация, мировые культурные процессы, это сложный вопрос. Но тем не менее, тем не менее, некоторый общий принцип языковой пластики, конечно, я оттуда взял, и он универсальный, он как бы годится для всего, с чем ты работаешь. Вот я за последний год я переводил с трех языков в основном, с английского, с украинского и с испанского. И это как бы все очень разные истории и очень разные поэтики. У меня есть рояль в кустах, давайте я покажу вот эту книжку. Это первый выпуск нашей украинской серии. Юрий Тарнавский, классик, живой классик украинской поэзии, ему исполнилось 90 лет в этом году, и к его 90-летию мы выпустили вот этот том его избранных стихотворений в переводе на русский язык. Можно долго рассказывать про этого автора отдельно, а с другой стороны, скажем, я вот сейчас переводил избранные стихи венесуэльских поэтов. Что мы знаем про Венесуэлу? Мы ничего не знаем про Венесуэлу. Вот да, и это все, что мы про нее знаем. А тоже вообще-то люди живут, культура национальная. Это, между прочим, кстати, сказать, это не совсем про поэзию, да, вы знаете как, мы вот русские или там в России, мы привыкли думать о себе, что вот мы одна из ключевых европейских культур, одна из ключевых европейских держав. Я не говорю сейчас об этих, так сказать, безумных жуликах, которые объясняют, что нет, мы не Европа, а вот мы там сами по себе, это все клиника, да, а вот, так сказать, традиционный русский взгляд на вещи был такой, да, поэтому давайте мы себя сопоставим там с Германией, Францией и Англией и будем, ориентироваться, не то, что мы там будем делать, как они, да, но как бы думая о себе, мы будем соизмерять себя с этими прецедентами. И оно не очень работает, как-то вот, каждый раз выясняется, да, например, потому, что эти страны в меньшей степени имеют привычку наступать по 10 раз на одни и те же грабли в политике, в какой-то общественной жизни, да, а между тем, если мы посмотрим, скажем, на историю большинства стран Латинской Америки, то мы увидим много знакомого. И в этом плане, может быть, русским интеллектуалам не лишнее было бы внимательнее смотреться в истории Аргентины, Венесуэлы, Бразилии и так далее, чтобы подумать, как оно бывает. Вот, то есть, я к чему говорю? К тому, что за Нурагаль лично, за советской школой перевода в целом, куда действительно, как и в детскую литературу, как вы сказали, бежали люди очень способные, понимавшие, что по-другому им не дадут. Есть определенный след в научной переводоведческой терминологии этот перевод, этот тип перевода называется домистицирующим, то есть одомашнивающим. Идея его в том, что читатель должен прочесть переводную книгу с ощущением, что она как будто бы написана по-русски, чтобы его, так сказать, нигде не цепляло, чтобы он полностью погружался в саму эту книгу или в само это стихотворение. Есть обратный принцип, который называется форенизирующим, идея которого состоит в том, что когда ты читаешь перевод, ты должен все время чувствовать, что это именно перевод, а не по-русски написано. То есть у тебя должно быть вот это ощущение зазора, некоторого дискомфорта, напоминающее тебе каждый миг, что ты сталкиваешься с чужой культурой, с другой культурой. Это не бессмысленная идея сама по себе, но она очень сильно сужает возможности адресации и вообще как бы очень-очень-очень-очень для немногих читателей, как мне видится, может работать. Поэтому я по-прежнему адепт домашнего перевода, требующего, чтобы из-под моих рук выходил русский текст, к которому не может быть претензий. В завершение этот вопрос я задаю практически всем нашим гостям, которые были вынуждены уехать из России. Вы уехали после 2014 года, уже достаточно давно, но вы надеетесь когда-нибудь вернуться? Ну, слушайте, с одной стороны, конечно, никогда не говоря никогда. С другой стороны, я понимаю, что в обозримом будущем эта перспектива не просматривается, что как бы лично для меня довольно трагическое обстоятельство по разным персональным причинам. но это личная история, да, а в профессиональном смысле это же вопрос про другое, что вот то, что ты делаешь, ну, у всякого своя сфера, да, ну, вот в своей сфере, надо спросить себя, как оно может дальше существовать вот в этих новых условиях, в условиях, когда граница становится все менее пересекаемой, даже в виртуальном пространстве, где пока более-менее, да, но как бы мы не знаем, как будет дальше, что ты можешь сделать, как это перемен обстоятельств модифицирует твои планы и возможности. на этот вопрос еще нет готового ответа, вот мы, там, те три с половиной человека, которые, скажем, сегодня занимаются каким-то русским книгоизданием за пределами России, все об этом как-то думаем, каждый по-своему, но нам придется этот ответ искать в самое ближайшее время, вот, собственно, чем мы сейчас и занимаемся. Спасибо вам большое, что наше время пришли к нам, Дмитрий Кузьмин, поэт, переводчик, издатель был сегодня с нами, всего доброго и до свидания. До свидания.